Рассказ, который называется «Престижной». Вы когда-нибудь работали старшим инженером по эксплуатации в парке культуры и отдыха? Я понимаю, 40 лет не густо. 40 лет не густо, но на свежем воздухе, среди качелей, каруселей, скульптур дискоболов и девушек с веслами, не хочется уже думать о прошлом. В моем подчинении колесо обозрения, пневматический тир, огромные дубовые шахматы, из которых систематически крадут ладью, и конюшня. Маленькая комнатка, смежная с моим кабинетом. Там живут два шотландских пони. Вообще говорят, что пони редко дотягивают до 20, не знаю. Моим, по-моему, не меньше 60. Тихие, интеллигентные существа. С 10 утра до 8 вечера они, звеня бубенчиками, бегают по парку и катают детей. И глядя на них, я все время думаю, почему какие-то тунеядцы-обезьяны превратились в людей? Вот эти тихие трудяги, практически задаром работающие всю жизнь? Нет. А если бы это произошло, наверняка мои пони играли бы где-нибудь в Шотландии, в симфоническом оркестре на виолончелях. В конце ноября директор парка собрал весь наш коллектив по поводу ежегодного праздника «Русская зима» и спросил, ну, что будем делать? Куфетчица сказал, как всегда блины. С чем блины? По традиции с портрейном. Где же наша удаль? Сказал директор. Если к нам приедет высокий гость, который никогда нашей зимы не видел, он почувствует удаль? Мы молчали. В нашем маленьком парке не хватало средств для ремонта каруселей. Качели не красились лет тридцать. Утки в тире падали еще до выстрела. Максимум, на что мы были способны, это блины со сметаной, которые наша буфетчица делала из кефира и цинковых белью. Хорошо бы устроить что-нибудь исконное, продолжал директор. Например, катание на тройках с бубенцами. И вдруг, глядя мне в глаза, он сказал, у нас есть кони? Я сказал, у нас есть пони? Сдюжат, спросил директор. Я сказал, вряд ли, что вы, пони пожилые и инфантильные, в них нет удали. Скорее наоборот, им на первом же километре станет плохо. Так, сказал директор, все свободны, вы останьтесь. И остался он долго, говорил о сложном международном положении, о каком-то Федоре Степановиче изглав, конюклонном росте, поголовье, скаковых лошадей. Потом он сказал, чтобы я пошел и подумал. Вскоре он вызвал меня снова, он был возбужден, он кричал, они едут, они завтра будут у нас, запрягайте. Я ничего не понял, кого запрягать? Он говорит, кого хотите, того и запрягайте. Мы их так прокатим, что они на всю жизнь запомнят. Все, идите, запрягайте. Утром следующего дня, ровно к одиннадцать часам утра к дирекции парка, за меня бубенцами подкатила тройка. Она лихо тащила свежесколоченные сани, покрытые зеленой скатертью. Коренным шел наш слесарь-водопроводчик Николай. Мужчина тридцати восьми лет, в огромном тулупе, в валенках с непокрытой головой. Первой престижной была Анна Михайловна. Еще не старая женщина, с филологическим образованием. Она у нас работала методистом по культмассовой работе. Она все время поправляла вязаную шапочку и очки. Вторым престижным, в своем новеньком пальто-реглан, ушанке и полуботинках шел пяк. Вскоре появился директор. С ним были два японца. Японцы были такие маленькие, что если бы один из них встал на голову другому, они вряд ли бы дотянули до нашего директора. Увидев тройку, директор, как ни в чем не бывало, подошел к коренному, погладил его по шее, пощекотал за ухом, достал из кармана кусок сахара, засунул его Николаю в рот и широким гостеприимным жестом показал «Садитесь, товарищи!» Японцы переглянулись, забрались в сани, директор улегся у них в ногах и всеми легкими, налегая на йо, он зарал «Пошла, залетная!» Кореник Николай заржал «А-а-а-а!» И мы рванули. Должно быть, это был красивый бег. Мы шли каким-то неизвестным, новым аллюром. Анна Михайловна семенила, явно не поспевая за коренным, который шел великолепно, гордо вытянув вперед голову и шею. Первые сто метров мы прошли благополучно. Директор пела «Охмчится тройка почтовая». Сентиментальная Анна Михайловна тихонько подпевала, «А я размышлял о жизни. Размышлял о жизни. Я думал о том, что почему же в сорок лет уже не выбираешь, где и кем бежать? И не задумываешься, стоит ли бежать вообще? По всему привыкаешь, думал я. Даже в этом довольно странном положении пристяжного начинаешь находить приятные ощущения, а побегав так пару дней, месяцев или лет совсем привыкнешь». В конце первого километра коренной Николай стал довольно часто вонимать из тулу по бутылку портфейна и прикладываться. После каждого глазка он радостно ржал. Ржал и резко ускорял ход. Вот это выматывало. Анна Михайловна уже не пела, бежала молча, только изредка восклицала, как вызывала второе дыхание, «Приди, приди, второе дыхание, приди, приди». Вдруг Николай рванул влево и прям по целине понесся сумасшедшим галопом. Он остановился у ближайшего к парку гастронома. Сам быстренько распрягся. Сказал седакам, «Одну минуту, товарищи японцы!» Скоро вернулся с отопыренным тулупом упрягся, заржал, и мы понеслись дальше. Вторую бутылку он выпил в два приема, после чего стал сдавать. Некоторое время еще шел, с трудом волоча ноги и громко сопя. А потом, обращаясь к Анне Михайловне, которую мы уже давно тащили на себе, сказал, «Загнанных лошадей пристреливают!» «Не правда ли, Анна Михайловна?» И стал, вернее, лег. Директор, между тем, страстно рассказывал японцам, что катание на тройках это еще не самое удивительное. И приглашал приезжать летом. Мы выпрыгли Николая, остаток пути кое-как доплелись вдвоем. Только что меня снова вызывал к себе директор. Глядя мне в глаза, он сказал, «Летом устроим охоту на медведя». В нашем парке медведей не было. «Сдержим?» спросил директор. И я молчал. Я только чувствовал, как шерсть на моей холке встает дыбом. АПЛОДИСМЕНТЫ